Нет, я не могу простить, потому что я этим занимаюсь. Да, ну просто если вы желаете, у меня еще есть карусель, вот она вначале стоит, а это Катерина Накрюль. Учить начали Антон Августов, Юркова, преподаватель первой музыкальной школы Рязани. Четвертый класс. Только ты ко мне не поворачивайся, ты вот там публика сидит и играй. Катерина Накрюль. 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 любил, поскольку там будет повторение. Ну, молодец вообще, молодец, ты слушаешь хорошо. Но, все дело, просите, уважение отчества. Дина Махмудовна. Елена Махмудовна. Дина. А, Дина Махмудовна. Вот мне кажется, у нее все дело в одном. Левая рука. Вот левая рука, которая не является ни движущим фоном, ни... У нее... Она играет каждую ноту. Немножко стоячий пока. А стоячий, потому что она не слышит фразы. Она не слышит фразы. Даже как и в правой руке. Она не слышит фразы. Вот как ты... Собирай в какой ноте идти. К ней. А ты идешь? Она боится рояля. Почему она боится рояля? Она не рояль боится, она публику боится. Да какая публика? Девчонки, публика. Положи, мяушку, положи. Свободнее от пустых плечей. И капути. Кстати, вот очень хороший способ я себя показываю на спине. Они спинными мышцами очень хорошо. Это запоминает ощущение. Ты кладешь так. Чувствуешь? Вот петь левую руку. Начинаешь так. А тебе надо положить так. Так. Давай. Еще, еще, еще. Левую руку тоже положи. Обнять. Ну, положи так. Вот. Чтобы начало было. Чтобы начало произведения было. Да? Ты начинаешь целое произведение. А ты там что-то где-то как-то или касательно. Вот положи. И дальше. А-а-а-а. А-а-а-а. Представь себе, что это играет виолончели. Значит, как будет виолончели играть? Будут стремиться обязательно. То-о-о. Вести линию. Или скрипка. Вести линию. А у тебя линии нет. И тебе нехче будет. Во-первых, тебе кантабили просто написано. Кантабили. Значит, это подвижнее. Это, конечно, это должно быть очень мягкое, непоконное. Но темп, когда он застревает. Та-та-та. И она каждую ноту эту произносит. А ей надо произносить фразу. И она будет невольно, если будет слышать фразу, конец фразы, точку. Точка. Вот точка – это очень важно. Значит, куда ты идешь вот сюда, да? Значит, первый случай и второй. Теперь два такта одинаковые. Это мне интересно. Ну, что-то будет вот это. Значит, ты начинаешь, там, там, чуть-чуть. Ты должна подготовить вступление в волосы. Вот и вот. А у нее кисть. У нее кисть совсем не имеет. Это посмотри. Вот она, маленькая стоподвижная. А у тебя так. Вот. Уже звук лучше. Уже лучше звук. Мы тебе дашем. Так. А че тут у тебя такие нотки? А? Это куда? Котится. Куда же ты котится? Вот мотень. Я считаю, что ты у меня большин. Нам пианистам нельзя это. Ты что? Это же, я думала, если на гитаре, там, играешь. Ну, давай. Это важно. Тебе же неудобно играть. Ты же, разве ты не ощущаешь, что тебе неудобно? Ну, давай. Еще. Положи. 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 Понятно. Вот. 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 Да. Ну, лучше, но у тебя выскочил мир, да? А тебе надо подвести, сделать маленькое крещено к этому мир. Значит, в голове ты должна принести вот эту фразу до ми. И ми будет вовсе не выскакивать, а мягко просто взяла первым пальцем. А у тебя и так первый палец, он сам по себе тяжелый, да? В отличие от пятого. Значит, тебе надо сделать так, чтобы подойти и чтобы первый палец зазвучал мягко. Давай еще раз. Вот. Вот уже лучше звонок. Смотало. А движение за двое. Так. Теперь. Теперь. Зажать локоть полностью. Ну, она играет одним локтем. Она вот так. Говори? Значит, здесь нужно... Соло-вилончели, понимаешь, соло-вилончели, красивый соло-вилончели. Если поработать вот так вот, проблема исчезнет, но проблема еще и в спине, потому что она сидит так вот, а ты должна выпрямиться, выпрямиться, вот посмотри. Ты сидишь там, смотри, 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 а я сижу, и обращаюсь к краям, обращаюсь к нему. Значит, чуть-чуть надо и как-то. Другой, другой. Он не связывает, а он мягко, мягко. То же самое. Вот. Опусти. Мягко, мягко. Вот, чтобы ты послушал. Вот, вот, кончики пальцев очень выразительные должны быть, понимаешь, очень выразительные. И чуть с движением. Давай еще раз. Чуть с движением. И стремись куда в конечном итоге? К ней. Это первый случай. А вообще, куда тебе надо стремиться? Вперед. Ну? К вступлению голоса второго. У тебя дуэт двух голосов. А у тебя сам по себе бас, сама по себе мелодия. А они целые, да? Давай еще раз. Вот, 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 вот. Вот уже лосмысливые. А еще больше. Лучше. Вот, уже лучше. Да? Правый? А правый где? Да. А что здесь имеется в виду, зачем так играть? И каждый по самому себе будет звук, да? Мелодия. Где она заканчивается? Покажи мне. Где точное повторение? Точное повторение. Мелодия, вот эта широкая линия. Вот, вот отсюда начинать. Значит, вот эта, сколько тактов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Период так называемый. Значит, эта мелодия, вот она широкого дыхания. Это пошло повторение. И так далее. Значит, ты должна мыслить вот этими фрагментами. Большими кусками. Они там пошли и пошли. Потом, внутри там тоже есть так называемые точки. Да? Есть какие-нибудь. Где? Как ты слышишь? Вот сыграй мне эту мелодию без левой руки. Нет, начинает. Знаешь я, куда она начинает. Ну? Да, дальше. Ну, дальше. О, а в мелодию ты не можешь сыграть. Вот. Понимаешь? Вот это очень важно. Потому что ты не слышишь мелодии в целом. А ты должна ее услышать. Вот. Как она развивается. Где ее начало? Где конец? Где потом повторение? Ты поэтому мне не смогла сыграть, как это надо? А ты должна мне сыграть ее. Вот и сыграй мне. С теми точками, которые есть. Так, давай. Давай. Нет, но нет. Почему? А это что такое? А это не сюда относится или? Мором. Нет. Достань. Так. И отсюда пошла. В kale. Ну, вот же мелочий идет. Ты мыслишь каждой ноткой сам по себе. А здесь... Большая линия. Поняла? Вот и сыграем это. Вот, дальше. Один. Вот, сейчас уже, уже. И дальше, дальше. Иди, иди, иди. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Вот, что им надо было услышать. А потом будет. И вот пошла, вырубила рука, пошла, вступил голос какой-то, допустим, или фрейка, или скрипка. И драматургия начинается. Начинается что? Взаимодействие. А у тебя ничего не происходит. Играешь каждую ноту саму по себе. Теперь смотри, здесь. Я вот сейчас уже не фокусирую внимание, но вот здесь все ясно. Здесь надо все высвобождать, здесь высвобождать. Отсюда, вот отсюда все стекается. Вот кто-то спросил. Протекается. Возьми мое плечо. Я играю. Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Или так я играю? Что ты чувствуешь? Что там происходит? Не только подвижность. Не только подвижность. У меня вот здесь всё свободно, и я тебе показываю так, а ты говоришь как? Статично. Значит, вот отсюда у тебя всё, вот вся сила твоя стекла, и тебя в кончике хватит. В кончике хватит. Свобода и всё. А вот тебе само по себе плечо, по себе это. Вот. И в этом всё дело. Поэтому нет звука, поэтому, как говорится, здесь всё зажато. Надо её всю-всю разобрать. Она и ходит. Правильно. Вот. И упражнения специальные. Всё, как говорится, всё так. Значит, теперь здесь ты играешь. Вот они заговорили. Вот они заговорили. То есть здесь руки так беседуют. А здесь заговорили. Ещё появился третий голос. Он же очень выразительный. Да? А ты говоришь. Та-а-а-а-а-а. И поэтому у неё октавы. Пятый, четвёртый, пятый, четвёртый, пятый. Надо октавы, первый палец облегчать, а четвёртый, пятый всё облегчать. Понятно? Ещё время маленькое было, понимаете? Вот конец августа и сентябрь. Это не имеет значения. Сейчас это не имеет значения. Я просто говорю о очень необходимых вещах, которые надо вам вместе делать. Понимаете? Потому что если вот она уже зажато играет, это сравнительно простая фактура. Единственное, что здесь, конечно, надо обязательно вот это вот, чтобы совмещение вот это вот, она всё развивала в фразе, в фразировке. И вот если будет она чувствовать эту фразировку, у неё легче всё пойдёт. Понятно? Ну ладно. Хорошо. Так, кто ещё? Тут можно очень много заниматься. Потому что это... А что-то я не вижу. А кто это автор? Ребика. А почему его нет здесь? Ну это сборник из целого. Это сборник из целого. Это ужасно. Вы меня извините. Я уже столкнулась с этим очень много раз. Вырывается лист, не пишется автор, автор забывается. Вот было так с моей школы. Нет. Это сборник. Я понимаю. Я понимаю. Всё равно. Это просто элементарное уважение к автору. От руки надо писать. От руки надо писать, кто автор. Ну как? Ну вообще. Это же создатель. Нет. Это вы всё знаете. Я всё понимаю. Но вот в этом закладываются отношения. А труд какой написать произведение. Любое. Для фортепиано, для оркестра. Это бешеный труд. И вот если не воспитать с самого начала уважения к ренту композитора, вот мы имеем то, что мы имеем. Сейчас очень много таких. Это не случайно. Это именно тенденция уже. Понимаете? На которую надо обратить внимание. Ну ладно, Света, давай. Как ты думаешь, это что за картинка? Ну как осень, поздно. Какое настроение? Печайное. Печайное, да. Ты понимала, как опадают листья? Да. Как они опадают? Медленно срываются. Стреют воды. Позреваются. Да. Они вот так. Они просто прилетят. Да? Они просто прилетят. Значит, ощущение пауз. Здесь почек. Очень важно. Очень важно. Это первое. Очень важно. Ощущение вот этого штриха, там говорили, пар связанных. Ты посмотри. Слажно ли? Да. Пар. Пар. Да? Вот этот штрих. И вот левая рука, она здесь вообще, какую руку дает? Мне волосы дает. И одна нота. Еще. Что? Ну гармонию она дает. Гармония. Да? Гармония. Но и развитие в гармонии. А вот сыграем я одну левую руку. А вот сыграем я одну левую руку. Да. Споню. 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 Не сразу. Споню. Вот поэтому ты мне и не сказала, что дает левая рука. Гармония. Гармония. Потому что гармонию я не знаю. А какая здесь гармония? Как они развиваются? Ну скажем. Соберем сейчас. Гармония. Гармония. Одесса. Вон. Тихо. Тихо. Да! Субтитры подогнал «Симон» 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 И вот это очень выразительно, потому что, представь себе, играл в оркестре, значит, играл в бас, вилончели, контрабасы, вот они идут и ведут свою линию, а ты играешь, вилончели играет, тик, тик, и всё, и ничего не происходит. А тут линия цена богатейшая. Вот это идёт обогащение всей фактуры. И тогда у тебя появляется вот это движение кульминации, вот это движение, фраза. Запомни, что это в музыке мощное средство, фраза, движение, развитие, а не просто вот в бас, вилончели, это неинтересно. И поэтому смотри, какое обогащение фактуры идёт ещё и здесь. А теперь сыграем мне правую руку. Что играет правая рука? Как она будет в мелодии делать? Да. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!